Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Псот ошибка или синий экран смерти – это сообщение критической системной ошибки в Windows. На данный момент вы можете столкнуться с двумя видами синих экранов. Старого образца, как Windows 7 и нового, как Windows 8 или 10. Но по своей сути они ничем не отличаются. Это сообщение о том факте, что в системе произошла критическая ошибка. Общие рекомендации для пользователя о том, что делать, чтобы её исправить. А также стоп-код ошибки, с помощью которого её можно расшифровать и узнать точную причину возникновения. Часто первая реакция пользователя на синий экран смерти – это попытка побыстрее перезагрузить компьютер. Но чтобы исправить ошибку, необходимо устранить причину её возникновения, узнать которую можно расшифровав её стоп-код или название. Ошибок таких очень много, поэтому расшифровку каждой возможной в этом видео я показать не смогу. На сайте Microsoft есть страница с расшифровкой всех ошибок по стоп-кодам, ссылку на неё оставляю в описании. К наиболее распространённым ошибкам синего экрана можно отнести APC Index Mismatch IRQL Not Less or Equal Invalid Process Attach Attempt Invalid Software Interrupt Data Boost Error Whole Initialization Failed Inaccessible Boot Device Кстати, по последней у нас в блоге уже есть отдельная статья. Конечно же у каждой эпсот ошибки своя отдельная причина. Но если говорить в общем, то синий экран смерти может возникнуть в результате выхода из строя аппаратной части компьютера, жёсткого диска, оперативной памяти, видеокарты, блока питания и т.д. Конфликта устройств компьютера, несовместимости оборудования с операционной системой, перегрева устройств ПК, неподходящих или конфликта драйверов, неправильных настроек BIOS, нехватки свободного места на жёстком диске, заражение всевозможными вредоносными программами, вирусами и т.д. И самое основное, как устранить или исправить возникающую ошибку синего экрана смерти. На сайте Microsoft размещена очень обобщенная информация по этому поводу. Ссылку на эту страницу я оставляю в описании. На самом же деле, по каждой ошибке можно записать отдельное видео. Но я всё-таки попробую их систематизировать. Предлагаю 10 рекомендаций по устранению псот ошибок, следуя которым можно избавиться от любого синего экрана. Первое, с чего я рекомендую начать, это запустить собственный инструмент Windows с названием «Синий экран». Чтобы запустить его, перейдите в панель управления, Устранение неполадок, Просмотр всех категорий, Синий экран. По умолчанию инструмент будет автоматически применять исправление, как в случае со всеми пакетами для устранения неполадок Windows. Если вы хотите просто запустить инструмент без автоматического исправления, нажмите кнопку «Дополнительно» и снимите флажок «Автоматически применять исправление». Нажмите «Далее». Инструмент интерпретирует псот-коды и сообщит вам, чем вызван синий экран. Неисправное оборудование, ошибка диска, вредоносное ПО, сбой памяти, сервисы, драйверы устройств и т.д. В моём случае ошибок нет, но если они будут, то данный инструмент их обязательно отобразит. Если встроенный инструмент для устранения неполадок синего экрана не принёс результатов, то причину его возникновения и способ устранения придётся искать самому. Для начала проверьте наличие свободного места на системном разделе жёсткого диска. Если свободного места мало, то необходимо его увеличить, удалив ненужные данные. О том, как очистить системный диск компьютера или ноутбука, есть отдельный ролик на нашем канале. Ссылка в описании. Просканируйте операционную систему антивирусными программами для удаления всевозможного нежелательного программного обеспечения, которым являются вирусы, трояны и т.д. О том, как сделать это, у нас также есть отдельное видео, переходите по ссылке в описании. Иногда SOT появляется вследствие ошибок самой операционной системы. Отсутствие или неправильной установки тех или иных обновлений. Microsoft часто выпускает обновления к действующей версии системы или новые сборки. Регулярная установка таких обновлений и постоянные обновления системы избавят вас от большого количества ошибок. О том, как установить обновления в Windows 10 читайте статью в нашем блоге. Ссылка в описании. Если ошибка появилась после недавно установленного драйвера устройства или программы, откатите драйвер на более раннюю версию. Чтобы сделать это, перейдите в диспетчер устройств, выберите тот драйвер, к которому недавно обновлялся и кликните на нём правой кнопкой мыши. Перейдите в свойства – драйвер и нажмите кнопку «Откатить». Данная кнопка станет активной после обновления или установки нового драйвера устройства. С программами дела обстоят проще. Их удаление устранит причину сбоя. Это в том случае, если синий экран смерти начал появляться после установки какой-то программы. Если синий экран начал появляться после того, как вы подключили новое устройство к системе, то необходимо проверить его на совместимость с вашей операционной системой и другими устройствами компьютера. Например, материнской платой или процессором. Если вы уверены, что устройство совместимо, то необходимо обновить или скачать свежие драйвера с официального сайта производителя и установить их. Детально о том, как безопасно обновить драйвера оборудования Windows читайте в статье нашего блога. Ссылку оставляю в описании. Установите настройки BIOS по умолчанию. Неправильные настройки BIOS могут привести к печальным последствиям. И экран смерти – это не самый худший вариант. Если вы не уверены в своих навыках, то в BIOS лучше ничего не менять. О том, как войти в BIOS или UEFI разных версий смотрите в отдельном видео. Ссылка в описании. Очень часто причиной появления PSOT является неисправность оперативной памяти. Для её проверки можно использовать как сторонние тестирующие программы, так и встроенные инструменты Windows. О том, как использовать встроенную Windows 10, 8 или 7 утилиту для тестирования памяти читайте в нашем блоге. Ссылку на статью ищите в описании. В случае выявления битой планки памяти, её необходимо заменить. При использовании в компьютере двух планок памяти и более, устранение неисправной устранит сбой. Проверьте жёсткий диск на наличие битых секторов и ошибок. По возможности исправьте ошибки и восстановите битые сектора стандартными средствами системы или сторонними утилитами. Например, Victoria. Советую ознакомиться с нашим видео о том, как проверить жёсткий диск на ошибки и исправить их в Windows 10, 8 или 7. Ссылку оставляю в описании. Необходимо избавиться от перегрева компонентов ПК. Почистите ваш компьютер от пыли. Смачьте кулеры. При необходимости установите дополнительное охлаждение для организации правильного потока воздуха в системном блоке. О том, как проверить температуру процессора, жёсткого диска, видеоадаптера, компьютера или ноутбука смотрите в моём видео по ссылке в описании. Ну а если ни один из перечисленных способов не принесёт нужного результата, то крайним способом может быть переустановка операционной системы. Об этом также есть видео на нашем канале. Смотрите о том, как сделать чистую установку Windows по ссылке в описании. И ещё немного полезной информации. В большинстве случаев, после появления PSOT ошибки, компьютер не ждёт вмешательства пользователя и перезагружается автоматически по истечении какого-то времени, обычно несколько секунд. И зафиксировать код ошибки шокированный пользователь не всегда успевает. В таком случае есть два варианта. Отключить автоматическую перезагрузку системы при возникновении PSOT или посмотреть информацию о возникшей ошибке в журнале стабильности работы системы. Для этого также есть и сторонние приложения, например, Blue Screen View. О том, как посмотреть информацию об ошибках, исправить ошибки в Windows, используя журнал стабильности или журнал событий, я детально рассмотрел в одном из своих предыдущих роликов. Смотрите по ссылке, которую я оставляю в описании. Для отключения автоматической перезагрузки операционной системы в случае возникновения синего экрана смерти, кликните правой кнопкой мыши на ярлыке «Этот компьютер» и выберите «Свойства», «Дополнительные параметры системы», «Дополнительно». В меню «Загрузка и восстановление» нажмите «Параметры». В разделе «Отказ системы» снимите флажок напротив функции «Выполнить автоматическую перезагрузку». ОК. Теперь в случае обсуд ошибки автоматическая перезагрузка производиться не будет. Компьютер можно будет перезагрузить кнопкой в любой удобный момент. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.